Всем привет, с вами Йерок, сегодня будем учиться. У Димы уже был Сяй, на карте Берег, его любимая карта, на ней он съел ни одного кота. Раз у него плохой, он бежит довольно рискованно, слышит перестрелку и пытается оборваться туда. Слева кто-то бежит, но он проверяет и право. Вышел довольно неаккуратно, но потом исправил ситуацию. Заметил, он практически всегда пекает приседи с угла, развивает стекло и туда F1. Разбивал, я так понимаю, чтобы напугать, если там рядом кто-то есть, чтобы он дал шорох и понять где соперник. Но никак не проявил себя парень. Я здесь замедлил, немножко приблизил, видно что он с кустов вылазит, синий броник отрабатывает по Диме. Слышит, что бежит к нему пушить и он решил не лечиться и встречает его. Заметьте, как стреляет заранее, то есть на звуки. Парень отстрелялся, тоже вслепую и убежал по металлу, наверное на крышу. Он за виншахтой валялся там, я не увидел. Он на крыше убежал, сейчас внутрь скорее всего зайдет через этот, через торец. Все верно, Дима говорит. Если вы слышите металл, то там кроме лестницы больше ничего нет. В общем нужно хорошо знать карту, карта большая. А, насчет того, что Тип побежал. Перепровелил лестницу. Кто-то бегает снова. По звуку довольно тихо. Вот он пытается понять, это первый этаж или второй. Чтобы понять, это второй или нет, он залазит повыше. Так будет лучше слышно звук. Что бы он делал? Вообще не топает. Он надо мной пробежал и фокасил. Поэтому он использует такие прикольные фишки. До этого я так не делал, теперь буду. Дырку палит, нет, он туда дальше пробежал. По звуку он справа. Кто-то подсказывает в чате, что возможно дырку палит, но звук был другой. Пытается его проверить, аккуратно все просматривает и снова слушает. Не торопится. Заметьте, всегда при сети пикает. Так ваш силу отменьше и плюс опытные игроки зачастую наводятся сразу на голову, а голова-то ниже. Он на третьем ключ узает. Услышал ключ, поэтому приходит на третьем. Снова аккуратно просматривает. Ему насрать, короче, что там тиммейта убили, что я где-то хожу, он просто лутаться пошел. Парень интересно играет, бегает, убегает. Но я считаю, у него тактика правильная, у него плохая броня. В общем, парень с такой схитринкой. Куча привет. Нормально. Очень часто ложится Дима, слушает вниз. Тоже классная фишка. Именно от него я о ней узнал. Как только он слышал какой-то выстрел, побежал поближе, слушает. Никогда не торопится, как я. В общем, не влетает он на дурачка. Нужно у него копировать стиль. Слышит слева, с той позиции, где он был, подошел. Пикнул плечом, никого не видит. И решает гранаты проверить. Отбежал парень от гранаты. Поэтому он спокойно подпушит. К сожалению, не забрал его. Поскольку он поднимает, что тридцатки быстро заканчиваются, можно на этом потом поплатиться. Он решил дозарядиться и снова ложится, чтобы послушать, куда он делся. Ложится проверять первый этаж по звукам. Может он там. Услышал, кого-то работает. Парни прибежали с западки по перебежке. Мало вам говна, которую вы заварили! У тебя два левых с западки, два типа было с перетяги. А тот куда-то убежал. Вот и тот. По лестнице бегает. Нахрен ты меня так пугаешь, урод? Куда ты побежал? Внизили вверх. Определить невозможно, потому что звуки здесь недоделанные, мягко говоря. Ну бета, бета. Довольно интересное решение. Он открывает дверку, не чтобы лутаться, а послушать им на крышу. Вышел на балкон и слушает крышу. Наоборот спустился, нет его на крыше вроде как. Какой-то был шорох. Кто-то ходил. Теперь стрельба. Но это разные звуки. Это бета убили на первом этаже. Видите, снова ложится, слушает низ, потому что парень спустился, возможно, на первый этаж. И он прослушал это все дело. Теперь он смотрит админку. Возможно, туда спустился тот, кто убивал бота. Никого не видит? Опять слушает низ. На этой карте это очень правильно. Надо копировать стиль. Услышал он кого-то и пушит. Подловил его на лестнице. Сам чуть не помер, но все обошлось. Он реально лол прибежал, разлутал. Он, короче, вообще какой-то забейте отбитый. Он вместо того, чтобы пайтиться, он лутался, бегал. Потом челика разлутал, короче. Чел, все у тебя nice, нет? Hey guys, у меня все nice, да? На мой взгляд, интересно принимал парень решение, потому что у него была синяя каска, синий броник. Я так понимаю, петух. МДР-ку он приватизировал уже у трупа своего друга. И поскольку он слышал СА-58, вместо того, чтобы давать бой, честный, он пытался как-то петлять, бегать, убегать. Пока он это все делал, запутывал следы, умудрился ДМР-ку друга забрать, возможно даже броню. И практически чуть ли не перестрелял Диму. Здесь я вкратце показал, какой лут. Неплохие тут пацаны были с эмкой. Но они сделали ошибку. Просто пробежали по кратчайшем пути, по-ленивому, и попали на засаду. Я прям слышал над собой, а надо мной на втором этаже нету комнат. Он третий этаж лутает оружейную, скорее всего. Сейчас интересная была тема. Обратно Дима запрыгнул на какое-то кресло, чтобы было выше, и прослушал второй этаж. Но поскольку на втором этаже нечего открывать ключом, он понимает, что парень открыл на третьем этаже какую-то комнату, какую непонятно. И он сомневается, возможно, кто-то на крыше, потому что там лестница была, бегал кто-то. И может, это еще люди разные. Поскольку не знает, где есть ЧВК, бросают туда грену и спускаются на первый этаж. Классный момент. Бросают на второй этаж гранату. Так можно на шар ругать, во-первых. Во-вторых, если парень где-то рядом, он испугается и даст о себе знать. Какие-то звуки, вы можете ориентироваться по им. Потом уже более правильно принимать решение, как-то пушить или наоборот дефиться. Сейчас он прослушал, просмотрел лестницу. Справа был звук, дерево. Понятно, что третий этаж. Справа тоже есть деревянный пол. Он туда бросает гранату. Логично. Но сейчас понятно уже только теперь, что он слева. Еще такая информация. У Дима очень сильно пробит броник, поэтому он не рискует. Играет пассивно. Слышно было. Подобрал парень Ксюху. Затвор передернул. Как видно, он пытается его развести. Байтит на бег. На активное действие. Снова его разводит. Пугает. Иногда так можно реально убить на шарика. Наконец-то управляет себя ЧВКшник. Пробросил грену. Послушал, что он делает. Он остался в комнате. То есть он не стал убегать от гранаты. И снова все аккуратно проверяет. Дима пытается его как-то именно заставить выйти на него. Но не хочет он этого делать. Пикает снова плечом. Под левую руку пушить очень неудобно. Повторяет все эти байты на бег. И сейчас понятно, что он скорее всего в туалете. В такой ситуации вы забегаете и сразу стреляете к префам. Что в принципе он и сделал. И обратите внимание, он не стал сразу лутать его. Он проверил соседнюю комнату. Возможно там сидит его подружка. В итоге красивая игра. Довольно сложная. Поскольку в основном люди хитрили. Прятались против такого стиля играть. Мне например лично очень сложно. Потому что со звуками беда. И Дима очень хорошо справился. Поэтому приходите к нему на стримы. Рекомендую. Скилл крутой у него. И также ставим лайк и подписывайтесь на канал. Если хотите больше видео. На этом все. Всем пока. Что?